Всем привет, друзья, с вами Джонни, и это юбилейная 80-я серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч АЗ Коинов. Помимо того, что это юбилейная серия, она довольно значимая, ибо сегодня я наконец-таки собрал воедину все аксессуары для моего сета, но не буду много спойлерить. Обязательно поставьте лайк, ведь в конце вас ждет еще и розыгрыш. Подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. Ну а я желаю вам наиприятнейшего просмотра. Зайдя сегодня в игру, меня сразу встретило сообщение о том, что я продал дом, который словил в прошлой серии, купили у меня его за 2 миллиона, но это в принципе хорошая цена для такого домика. На балансе у меня 267 миллионов. Спускаемся в подвал для крафта. В общем-то, как вы поняли, сегодня я намерен сделать крафт очков на Транера, ибо это последний аксессуар, который мне не достает в моем сете. Внимательно посмотрел на ресурсы, которые мне понадобятся. Плюс-минус, почитал сколько всего надо будет на 30 крафтов, поэтому забираю из шкафа все нужные ресурсы. Ну а далее решил отправиться на центральный рынок. Но перед этим, друзья, сегодня зайдя на Аризону, у меня появилось уведомление. Введя вот этот вот промокод и отыграв 3 часа, мы сможем получить 300 АЗ коинов. Поэтому обязательно заходите прямо сейчас в игру и активируйте этот промокод. А я, если что, играю на 16 сервере, Аризона РП Гилберт. Скачать лаунчер ты сможешь по ссылке в описании. Ну и обязательно указывай мой никнейм в поле пригласившего тебя друга, чтобы получить на пятом уровне 300 тысяч. И также на пятом левеле указывай самый топовый и прокачанный промокод на сервере, решеточка стар. За него ты получаешь системно 700 тысяч. Ну а если отпишешь мне вконтакте, я докину тебе еще полтора миллиона. Доехал до центрального рынка на своем скейте. И неспроста я это сказал, ибо решил все-таки продать этот аксессуар. Он у меня плюс 8, немножко поторговали за цену, по итогу продал его за 60 миллионов. Этот аксессуар, если что, не входит в мой сет, поэтому по завершении пути я бы в любом случае либо его разыграл, либо продал. Плюсуем на баланс 60 лямов, и того у меня 327 миллионов. Ну а далее пришло время закупать ресурсы. Первое, что я закупил, это конечно бронза. Покупаем 46 штук за 5 миллионов 520 тысяч. Закупаем золото, 72 штуки. По цене в 4,2 миллиона. Также закупим хлопок, и еще 58 штук золота. Короче, закупился я на цере, где-то лямов на 20. Далее я отправился в центральный банк. Отсюда я снимаю 4 миллиона со своего основного счета, ну а также с депозита еще 10. Также в инвентаре у меня было 300 биткоинов, поэтому продаем их, получаем с этого почти что 9 миллионов, и на руках у меня снова 330 лямов. Также у подписчика под ником Доминик Кессингер покупаю 16 золота по 10 тысяч за одну штуку, но и обязательно делаем с ним скрин. Так как в инвентаре у меня сейчас полный бардак, я решил слить несколько ларцов, ну а также рулеток по низкому прайсу. Да, это глупо, но что поделать. Ну а далее, друзья, я полетел на остров Вайсити, ибо, как вы знаете, здесь, когда мы крафтим предметы, для крафта нам потребуется чуть меньше ресурсов, нежели чем если бы мы это крафтили на обычных серверах. Ну и также, основную часть ресурсов я планирую купить именно здесь, потому что у себя на сервере это прям очень трудно найти. Первым делом я отправился в частный банк, где обменял целые 230 миллионов на 2 миллиона Вайсити долларов, а если быть конкретным, 236 миллионов ушло с моего счета. Получается, на руках у меня осталось где-то еще 90. Ну а теперь, имея на руках 2 миллиона, можно уже пойти скупать ресурсы. Хотя, постойте, встретился с подписчиком, с ником Иван Ариас, у него есть личный охранник, у которого есть интересная характеристика, а именно, необходимое количество ресурсов для крафта минус 9%. Как вы понимаете, за счет этого охранника у меня также будут взыматься чуть меньше ресурсов, нежели без него. Забираю его в аренду на 2 часа, оплачивая всего лишь 6000 Вайсити долларов. Все, теперь на протяжении 2 часов я буду под охраной, но, конечно, самое главное, это скрафтить наши очки. После этого я полетел к домику подписчика, который давно меня здесь заселил. Заходим в подвал и проверяем, сколько же ресурсов нам затребуется для крафта, учитывая, что у нас есть личный охранник. Ну и как мы видим, ресурсов и правда требуется меньше. Кстати, я могу прямо сейчас сделать один крафт, но и почему бы и нет, нажимаем на зеленую кнопку изготовить и, к сожалению, фейл. Сделав небольшие расчеты, хватает у меня денег примерно на 15 крафтов, но я решил все же не торопиться и закупить ровное количество ресурсов для полноценной 10 крафтов. А далее уже будем смотреть, ибо кто его знает, вдруг с первой десятки мне упадут эти самые очки. И напоминаю, что крафчу я их не на перепродажу, а просто для своего сета. Вернулся на центральный рынок и решил обойти сначала лавки, которые находятся внутри, но, к сожалению, там я ничего не нашел. Ну а даже если что-то было, то все по оверпрайсу, как, например, бронза за 35 тысяч вайсити. Не знаю, может, челик ноликом ошибся, но даже если это так, все равно это очень дорого. Закупаем также леный хлопок, ибо мне его не достает на 10 крафтов. Далее закупил нужное количество алюминия, потратил примерно 400 тысяч вайсити. Ну и следующее, что я принялся скупать, это, конечно же, бронза. На 250 штук я потратил 378 тысяч. Это на самом деле довольно много. А впереди мне стоит скупить еще примерно 400 штук. Встретился еще с одним подписчиком, а именно Террор Сквад. У него было 26 бронзы. Купил я ее по цене в 1300 за одну единицу. Огромное ему спасибо. Также передаю приветик, и вы даже не представляете, учитывая, что на острове вайсити в любом случае найти бронзу довольно сложно. Наверное, это один из самых труднодоступных на данный момент ресурсов. Покупаем еще 67 бронзы. У того же Ивана, у которого брали охранника. Ну и в конечном итоге нашел лавку, где продавалась одна бронза. Купил я ее по самой высокой цене, а именно 2000 вайсити за одну штуку. На руках у меня осталось 581 920 долларов, но и по сути нужное количество ресурсов на 10 крафтов мы собрали. Поэтому прямо сейчас собираем магический шарик и отправляемся к домику 307. Всем привет, друзья! С вами Джонни Махинатор, и это мой охранник. И прямо сейчас я зайду в свой домик. Точнее, не мой домик, а домик подписчика. Дом номер 307, где есть, конечно же, подвал с вентиляцией и подвал для крафта. И у меня игра залагала, но это не важно. Здесь у нас стрим, это вот я, это вот чатик, можете передать привет. У своих коллег-ютуберов я заметил, что если снимать свою игру, а в частности процесс крафта на камеру мобильного телефона, то это добавляет шанс к успеху. Ну, в принципе, давайте это проверим. Что ж, заходим, короче, в подвалчик. Ку-ку, ку-ку. Ебать, ты на мой МЛФ. Прикиньте, реально скрафчу. Вентилятор, кстати, оффается. Вентилятор оффнулся. А я из-за охранника не могу пройти, прикиньте. Нет, все же я прошел. Будем мы крафтить не цепь махинатора, прибыльнее скрафтить очки над раннера напрямую. Поэтому вот эти анимированные очки. Фокусируйся. Вот. Сейчас мы будем крафтить эти очки. Четвертая страница, чатик. Я. У нас хватает ровно на 10 крафтов. Пошел. Фейл. Первая попытка у нас фейловая. Ну ладно, впереди еще 9. Домой. Да, пацаны скрафтили. Фейл. Фейл уже не... Это уже, ну, вообще пофиг. Это уже, типа, вообще пофиг. Потому что мы скрафтили самое главное. ГЦ, ГЦ, пацаны. Что ж, друзья. Как-то так. Честно, сам не ожидал. Но со второй попытки нам удалось скрафтить эти самые очки. И, как вы понимаете, наш сет, по сути, собран. Осталось просто заточить эти очки и поставить нашивку. И все. Можно завершать. Также, друзья, сегодня, по традиции, разыграем одну тысячу Азэкоинов. Условия, как всегда, простые. Достаточно просто подписаться на канал, поставить лайк и в комментариях написать свой никнейм. Ну, а также сервер, на котором вы играете. Победитель будет в следующей серии. Ну, а если вы хотите, чтобы она вышла как можно быстрее, набираем здесь 500 лайков. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok